О зимнем туризме продолжим говорить с президентом Казахстанской туристской ассоциации Рашидой Шайкиновой. Рашида, доброе утро, спасибо, что присоединились к нам в этот час. Скажите, вот, кстати, о парковке на Медео. Вы вообще за, против, как относитесь к этому? Ну, это ваш вопрос, доброе утро. Свидетельство того, что в туризме мелочей не бывает. Тем не менее, вчера мы только побывали на территории Медео. И есть возможность парковаться и в районе фуникулеров, и непосредственно перед Медео. Все-таки сама площадка перед Медео предполагает пешие походы и пешие гуляния людей. Поэтому здесь нельзя не согласиться с тем, что пространство для автомобилей несколько сужается, и есть возможность оставить гораздо ниже. Но, тем не менее, если мы сегодня думаем о развитии внутреннего туризма, в первую очередь, который является двигателем для въездного туризма, то нам об этих мелочах непосредственно нужно задумываться. И, конечно, искать варианты для удобства людей, которые приезжают на Медео для отдыха и рекреации. Я думаю, что для этого общественный транспорт просто должен быть развит, и все будет в порядке. Потому что все-таки город должен быть для пешеходов, а не для автомобилей. Да, это абсолютно однозначно, что общественный транспорт должен решать эти проблемы. Вы смотрите, как-то в стране заявляли, что у нас разрабатывают целую стратегию по развитию зимнего туризма. Вы, как непосредственный участник этого рынка, как-то ощущаете это на себе? Да, конечно. Мы с вами сейчас только выслушали замечательный репортаж о развитии зимних видов туризма в Акмолинской области. Идет развитие проекта по горному кластеру в Алматинской области и в городе Алматы. Территория Восточного Казахстана сегодня активно изыскивает средства и возможности для создания инфраструктуры, для развития зимних видов туризма. Абсолютно однозначно, что сегодня мы стоим перед этапом круглогодичного развития туризма. Если мы летом, весной и осенью принимаем экологических туристов, то зимой мы можем, во-первых, создавать условия для своих внутренних туристов, для оздоровления, для того, чтобы использовать наши природные возможности катания на лыжах, создания катков и так далее. И сегодня мы в Алмате, в частности, это видим, как администрация города создает большое количество катков для горожан, ну и в том числе, конечно, и для приезжающих. А вообще, чем мы можем сегодня привлекать иностранных туристов в зимний период? Это, конечно, горный кластер, это, конечно, горнолыжные курорты. И поэтому создание в Алматинской области и развитие сегодня этих ресурсов дает нам возможность и понимание того, что мы находимся в процессе развития зимних видов туризма и уверена, что мы станем привлекательными. Если не для граждан дальнего зарубежья, то абсолютно однозначно для наших соседей, которые могут воспользоваться возможностями в Казахстане для катания на лыжах, на конках, на других использовать другие виды зимнего спорта, зимнего спорта, зимнего туризма. Раштан, смотрите, зимний туризм все-таки развивается за счет внутреннего потока туристов. Как основные причины, почему к нам мало приезжают, где мы тормозим? Вы, как человек, работающий в этой сфере, если коротко, что нужно развивать нам? Помимо дорог. Если коротко, то это, конечно, развитие инфраструктуры. Кроме в инфраструктуру входит понятие не только дорог, а, конечно же, и транспорта, и, в первую очередь, создание этих возможностей, это строительство горно-лыжных курортов, это создание лыжных трасс, возможных, необходимых для того, чтобы люди могли сегодня заинтересоваться отдыхом в Казахстане. Мы на этапе развития, ну, может быть, наш этап развития затянулся, но, тем не менее, у меня пессимизма на этот счет нет. Развитие инфраструктуры идет и за счет иностранных инвесторов, как мы видели с вами сейчас в Ангистарской области. Но больше сегодня, конечно, наши предприниматели вкладывают свои собственные инвестиции в создание этой инфраструктуры. Создание инфраструктуры и хороших, качественных услуг в этой сфере, я думаю, что именно это сегодня должно стать трендом и инструментом для привлечения иностранных туристов в том числе. Да, сервис – это важный вопрос. Ну, а если будет развиваться внутренний туризм? Да, да, я имею в виду... Если будет развиваться внутренний туризм, он будет за собой тянуть. Отелей очень много, каких-то зон очень много, но сервис у нас, конечно, хромает. Но, тем не менее, даже сейчас вот новогодние праздники и все места, все забронировано. Куда ни позвони, мест нет. И хотелось бы спросить, вот бывают ли у нас случаи, когда казахстанцы, желающие провести новогодние праздники, где-то на курортах, становятся жертвами мошенников? На что нужно обращать внимание в таких случаях, как не попасться? Ну, для этого нужно четко и ясно понимать, с какой компанией вы будете работать, какой турфирме вы доверите свой отпуск. Абсолютно однозначно нужно понимать все юридические аспекты организации своего отдыха. Обязательно нужно подписывать договор с компанией, причем договор нужно читать с карандашом в руке, дабы не возникало потом каких-то последующих негативных случаев. И абсолютно однозначно, что нужно двигаться в сторону того, понимать, куда вы едете, в какую страну вы едете, с какой компанией вы работаете. Я думаю, что это основные моменты и, к счастью, наш потребитель с каждым годом становится все более грамотным и грамотным, хотя мы неоднократно, к сожалению, до сих пор встречаемся с тем, что или не подписываются договора об услуге, или читаются, не читаются эти договора, подписываются. И в результате возникновения каких-то неприятных или фосмажорных обстоятельств оказывается, что человек незнаком с договором, который, собственно, является договором двух сторон и который регулирует все эти взаимоотношения. Хорошо, спасибо большое вам за беседу, времени не так много. Я благодарю вас. С нами была президент Казахстанской туристской ассоциации Рашид Ашайкенова на прямой связи из Алматы.